Здравствуйте, мои хорошие! Как вы знаете, с 15 октября у нас здесь в Киеве, в нерабочем месте, это на метро «Газенхаб», начинается тренинг по паттернам и антипаттернам. Это первая попытка нас с Димой рассказать совместно эту тему, но по отдельности мы ее рассказывали многократно, а я сейчас хотел только сказать, зачем программисту и какого уровня программисту нужно изучать паттерн. Во-первых, какого уровня? Я бы не рекомендовал изучать паттерн тем, у кого меньше опыта, скажем, чем год промышленного программирования. Дело в том, что вы можете посмотреть, послушать это и так далее, но по большому счету это плохо на вас ляжет. Но после того, как вы год уже отработали, вы уже начинаете понимать, зачем, чего вам не хватает, у вас есть уже какие-то критерии того, что вы себя представляете хорошим кодом, что вы представляете плохим кодом, и именно паттерны тогда ложатся просто прекрасно на ваше ощущение того, что должно быть, чему вам хотелось бы еще подучиться. Это первое. А второе, я хотел сказать по поводу, зачем это нужно. В первую очередь, это нужно тем людям, которые хотят стать нормальным настоящим программистами, теми, кто не просто там наговнокодил, срало, мазало, сделал что-то такое страшное, забросил и забыл, как страшный сок. Таким людям, конечно же, не нужно ничего учиться. Он сделал какую-то фигню, фигня осталась и будет жить там дальше со следующими поколениями. Но я так смотрю, что те люди, которые меня смотрят, они очень стараются писать хороший код. Так вот, если вы хотите писать хороший код, не знать паттернов не получится. То есть писать хороший код и не знать паттернов вообще. Нужно знать, нужно обновлять свои знания время от времени. Более того, что-то из того, что вы изучали раньше, оно забывается, когда вы проходите за нас на новом уровне, например. Я бы вообще советовал, честно говоря, курсы по паттернам переслушивать раз в год или хотя бы раз в несколько лет. Потому что каждый раз вы будете находить что-то новое. Я каждый раз, готовясь к выступлению, обнаружив что-то из того, что я вроде бы как и знал, но понял не совсем точно и понял не совсем правильно. А тут вдруг оказывается, какие веселые там вещи есть. А я ведь мог вот это сделать, мог вот то сделать. Ух ты! Теперь я буду умнее, буду круче и вот это все. В общем, приходите. Я думаю, вам расскажем и научим такому, что очень сильно поможет любому из вас. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!